Продюсер Артист представляет Пол Харви, Норрин Нэш, Джек Норвард, Нестер Пейва, Пол Барнс, Джей Гилпин, Джин Вандервилд По роману «Держи осень в руке» Джорджа Сэшнса П Продюсеры Дэвид Эл Лоу и Роберт Хакен Режиссер и автор сценария Жан Ренуар Это маленький сувенир, фотографии моего лучшего друга Сэма Такера и его ребят Поверьте, замечательные люди, вот только Сэм порой бывает слишком упрямым Это Нона, жена Сэма А это мама Сэма Она не молода, но в сердце ее пылает огонь Карми не из Такеров, просто хороший друг Такой счастливый, потому что его согревает огонь в сердце Ма Это дети Сэма, Дейзи и Джоти А это бабуля Сэма, она тоже не хотела фотографироваться А это я Я сам-то городской, приезжаю только на ярмарки и свадьбы Поэтому я так ценю эти фотографии Глядя на них, я чувствую себя ближе к друзьям Глядя на них, я не знаю Что такое, дядя Пит? Ну и жара Нона Шляпа Полежи, дядя Пит Попей Это все мое старое сердце Да Лежи, дядя Пит Я закончу за тебя Я твой должник, Сэм Я пойду работать Я позабочусь о дяде Пите Ладно Не надорвись Нет, что ты Все будет нормально Дядя Пит болен, я его подменю Ладно Куда ты отправишься после сбора Может, здесь останусь Найду работу А ты? Я собираюсь на север Можно присесть? Привет Устал? Да Как он, милая? Плохо Берегите себя Сами выращивайте хлопок Попей еще, дядя Пит Выращивай хлопок Жаль, что мы не можем Поставить надгробие Они для богачей Иди сюда, Зуми Джотти Дядя Пит Глаза болят Правда? Бабуля Бабуля Дорогая, подержи Смотри, виноград Не хочешь виноград? Не хочу иметь ничего общего с предателями Хватит мне одного мерзавца Не жадничай, Дейзи Оставь и другим Я думала, ты боишься змей Боюсь Но не голодать же теперь Я знаю одно местечко Сан-Педро Я слышала о нем Тоже принадлежит боссу Старик Айк сказал, что его сдают в аренду Оно пустует уже три года Должно быть плодородные там земли Каринф выращивал там лучший урожай в стране Сколько же придется расчищать там землю Да Нонни, 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 иди сюда И отшлепай эту девчонку, иначе я сама это сделаю Нет Веди себя прилично Зачем ты бабушку дразнишь? Можно попросить у Ньюарда Мулов Все равно без дела стоят А также рассаду Уверен, я смогу заключить сделку с Харми Лук Есть старый папин Он лежит с самой его смерти На нем лишь куры сидят Я спрошу у босса Спросить-то можно Ни вопросы, ни работа мужчине не вредят Босс неплохой парень Мы всегда были друзьями Джотти, бабуля, вперед Я не против, Такер Мне эта земля неинтересна Она слишком далеко от других моих владений Но помни, если мне не понравится, как ты будешь ее обрабатывать Я разорву контракт Я согласен, босс Ты мне нравишься, Такер Ты настоящий трудяга Поэтому я тебя и предупреждаю И повторяю Если работаешь на большую компанию Может и не разбогатеешь Но деньги у тебя будут Даже если урожай будет плохим А человек, выращивающий свой урожай Остается ни с чем Вижу, что ты все уже решил Как вещи повезешь? Корео даст грузовик Хорошо, удачи, Такер Спасибо, сэр 21 сентября Первый день осени А наш дом далеко от реки? Он почти рядом, милая Как здорово Не похоже на дом Совсем Скорее на свинарник Уж лучше жить В том грязном лагере, чем в такой-то развалине Я туда ни за что не пойду Бабушку в такой сарай привезли Они любят меня не больше, чем Какую-то дворнягу Что они придумали Я надеялась, что у нас будет своя комната Она у нас будет Летом Пусть бабуля и дети спят здесь А нашу кровать передвинем на крыльцо Будет здорово Сэм Этот дом весьма непримечателен Очень даже примечателен Он примечательно плох Я слишком много думал о земле И забыл о доме Нужно кое-что подлатать Совсем чуть-чуть Думаю, мы справимся А колодец, Сэм? Пойдем посмотрим Я, наверное, был не в себе Когда решил, что мы можем здесь жить Один колодец недели две копать О деньгах я даже молчу Во сколько все обойдется Какой порядочный мужчина Приведет детей и женщин Мокнуть и мерзнуть В такой дыре Возможно, она права Воду из реки пить нельзя Дети подхватят Тиф Ну какой мужчина? Милая, мы все еще можем вернуться в лагерь Босс должен знать, насколько здесь все плохо Я поговорю с ним Возможно, получу работу на зиму Ну? Как земля? Земля хорошая На такой земле можно выращивать лучший урожай Она годами отдыхала Земле, как и людям, время от времени нужна передышка Но, Сэм, здесь только кустов и травы Ее же все нужно будет убрать Я не один, милая Я не дядя Пит Когда я устаю Я думаю о тебе, Джоти и Дейзи И мне становится лучше Сэм Я не смогла бы жить без тебя Я тоже Я и не смогу Мы сможем работать вместе Когда ты будешь полоть, я буду управлять мулами А когда ты будешь чистить траву, я буду ее сжигать А летом дети будут купаться в реке Будет хорошо, милая Меня волнует этот колодец Сэм, мы наверняка сможем взять воду у соседа Да, у него хороший колодец Сэм Я думаю, стоит остаться Ты правда так думаешь? А не просто подбадриваешь меня? Я говорю это потому, что верю, что ты имеешь право быть себе начальником Милая Эй, вы! Вы здесь не одни, знаете ли? Эй, у нас есть дом Мы переезжаем Помогите мне, ну же Возьми картины, смотри, не урони Мой мишка Я тебе помогу Ни за что Я не пойду в этот Даже сказать не могу Я же леди Ладно, леди Но лучше спустись к утру, иначе вернешься в лагерь вместе с машиной Корео это не понравится Сэм Такер Мой собственный внук свихнулся Совсем из ума выжил Выжил из ума Совсем дурной стал Ненормальный Нужно ему мозги прочистить, говорю вам Я не хочу здесь оставаться Если он думает, что сможет засунуть свою старую бабушку в такую халупу Да как так можно? Что он на себе думает? Ты так жесток Как можно так Обращаться со стариками? Я в жизни уже настрадалась Хватит Хватит с меня Хватит, надоело Это не веранда, милая Но крыльцо делает дом родным Сэм, я починила печь Правда? Зажжем огонь вместе Сэм, я починила печь Наш первый огонь в нашем доме Да, ты молодец, милая Скоро у нас будет вкусный кофе Принеси воды, Сэм Джотти, Дейзи Возьмите чашки Думаешь, бабуля там на ночь и останется? Похоже, она будет сторожить дом Иди, позови бабулю Бабуль, хочешь горячий кофе? Нет Этот старый чайник меня совсем не привлекает Мам, дождь пошел, а бабуля не заходит Мы все равно выпьем кофе Садись, милая Я принесу Папа, в потолке дыра Надо подвинуть Давайте переставим Сегодня не придется просить воду у соседа Держи мед, Джотти Папа, бабуля передумала Она передумала Бабуля, бабуля Передумала, бабуля, бабуля 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 Проходи Я принес тебе одеяло Укройся, пока не простудилась И еще мед Мед Не только дают мне замерзнуть Так еще и еду прячут Папа, бабуля Садись, стихи Садись, стихи Думаю, одного одеяла хватит. С огнем здесь тепло и хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Иди сюда. Какая рыба, Сэм! Да, милая. Прекрасная рыба. Будет хороший ужин. Я хочу отнести ее Деверсу, нашему соседу с колодцем. А маленькое ведре для нас. Ты не переоденешься? Я по пути высохну, я быстро. Лучше оставь в зуме. Она маленькая. Идем, Джоти. Поймаем еще одну завтра. Большую и оставим. Беги с мамой, Джоти. Хорошо тут у вас. Вы Генри Деверс? Меня зовут Финли. Здравствуйте. Здравствуйте. Это мой дядя. Он за сараем. Спасибо, Финли. Здравствуйте. Что нужно? Я ваш сосед, Сэм Такер. Я принес вам рыбу. Я не куплю. Это подарок. Оставьте, раз вам она не нужна. Я положу ее. Куда угодно. На лавку. Какой странный у вас крючок. Я рыбачу с крюком и леской. В этой реке? Везде, где захочется. Финли! Возьми рыбу и отнеси Бекки. Пусть приготовит. Вы новый сосед? Я Бекки. Да, мы Такер. Хорошо, когда есть соседи. Что ты здесь делаешь? Я тебя не звал. Я подумала... Тебе не нужно думать. Возьми рыбу и иди в дом. А ты постирай вещи. Моя жена зайдет попросить у вас воды. Так вот, зачем вы здесь? Верно. Мой колодец совсем плох. Это я знаю. Да, я тоже. Так что? Наберите речную. Детям нельзя пить речную воду. Ладно, пока воды много. Но придется что-нибудь придумать. Сухим летом воды немного. Будем по очереди заменять веревку. Похоже, она уже изношена. Если не нравится, следующий колодец в восьми километрах. Меня устраивает. Ладно. До встречи, Деверс. Подожди. Ты же починишь свой колодец. Раз ты взял землю, у тебя есть деньги. У меня есть хорошие руки. Такие, как ты, думают, что фермером можно стать с голыми руками. Есть инструменты, трактор. Нет, трактора нет. Но у меня есть два мула и плуг. А мой друг одолжит мне семена. Арастон удобрения. Для такой хорошей земли много не надо. Даст отраву для долгоносиков, оплатит уборку хлопка и даже разрешит тебе брать продукты, когда ты начнешь работать. Да, он все отлично устроит. Если дела пойдут хорошо, он щедро позволит тебе взять свою долю урожая. Верно? Ты сам все знаешь. Я знаю Растона. Не впервые он сдает непригодный кусок земли. Чем ты собираешься питаться на первых порах? Я буду рыбачить и охотиться, продавать шкуры. Здесь многие так живут. И уж сколько их раньше было. А что насчет тебя? Ты-то как начинал? Делил урожай. Первый год все уничтожил Град. В следующем году Карбункул забрал у меня корову и свинью. Моя жена заболела и умерла. Два года спустя один из моих детей, мальчик, тоже умер. Я потерял их потому, что у меня не было денег на врачей. И вот, сейчас у меня есть ферма. Хорошая. Она принадлежит мне. Но я не могу забыть, чего она мне стоила. Так что, когда я вижу вас, ребята, с задранными носами, мне смеяться хочется. Что ж, спасибо за воду и удачи с крюком. Эй, Финли, что за крюк мастерит твой дядя? Там в реке что, киты? Это для карандаша. Карандаша? А что это? Это сом. У него усы, как карандаши. Огромный. Финли! Сейчас, дядя Генри! Быстрее! Надеюсь, еще увидимся. Спасибо, мэм. Зима, декабрь. Зима, декабрь. Зима, декабрь. Животной звезде. Животным это не нравится. Они прячутся. Глупо идти против природы, но что поделать. Нам нужна еда. Дейзи, милая, идите с Джоти в постель. Там тепло и хорошо. Дейзи. Ложись, Джоти. Как школа, Дейзи? Она не ходила. Почему? Слишком холодно. У нее нет пальто. Она бы заболела. Но, Дейзи, нужно ходить в школу. То, что у нас сейчас непростые времена, не значит, что нужно бросать. Если мы сдадимся, лучше не будет. Как я понимаю, ужина опять не будет. Не переживайте, бабуля. На завтрак будет миска кукурузной каши. Загоните вы меня в гроб. Вот тогда-то раскаетесь. Может быть. Все обещаете, бабуля. Вы ничего не приносите в дом. Закрой рот. Не смей так со мной говорить. Ты даже не Такер. Вы тоже. Милая. Дейзи нужно пальто. Она должна ходить в школу. Не трогай мое одеяло, Сэм. Вставай. Сэм Такер, ты пожалеешь об этом? Бабушка, вы что, хотите, чтобы Дейзи заболела? Мы другое вам дадим. Мне нравится большое. Будь ты проклят, Сэм Такер. Будь проклят. Бабушка. Сэм Такер здесь главный. Он может резать все, что захочет. Он здесь босс. Мое одеяло. Бабушка. Хватит. Я знаю, где найти улей диких пчел. Может, завтра схожу и принесу меда. Возможно. Дикие пчелы. Дикие пчелы не любят, когда угощаются их медом. Не переживайте. Я добуду мед. Нонни. Думаю, ты все-таки Такер. И твой Сэм почти так же хорош, как мой Файет. Моё лучшее одеяло. Моё лучшее одеяло. Моё лучшее одеяло. КОНЕЦ Зуми! Эй, Зуми! Да, эта тушка точно обрадует четверку такеров. Идем, Зуми. Пошли. Да, сэр. Смогу купить пару шелковых чулок для Нонны. Красивых, блестящих. Поедим, ребята? Я хочу ножку! Ножку! Спокойно, все свое получат. Нужно прочитать молитву. Спасибо, Господи. Похоже, Таккера все-таки справится. Аминь. Бабушка. Бабушке первой, она старшая. А я думала, здесь Бога нет. Дальше Джоти самому маленькому. Потом папе. Он поймал апостсума. Это Зуми. Он помогал. И последние кусочки Дейзи и мне, потому что мы женщины. В школе говорят, что такая еда не полезна. Говорят, что нужно есть овощи. А много мяса – это плохо. Овощи зимой? Иначе можно заболеть пелагрой. Наверное, это какая-то весенняя болезнь, Сэм. Овощи вызывают весеннюю болезнь. Большой перерыв в употреблении овощей. Уж я это знаю. Я так троих потеряла. Дядю Олтера, тетю Бек и Сью. Им и шести лет не было. Только посмотрите. То, что так нравится организму, не может быть вредно. Разве нет? Да, Сэм. Вперед! Мы все это сделали сами. Мы работали и пололи, и мы отлично справились. Вскоре сможем начать сеять хлопок, и потом будет сходить урожай. Весна. Март. Подержи, пожалуйста. Видишь маленьких зеленых пушистых червячков, падающих с дерева? Их относят в одно место. Некоторые думают, что карандаш охотится на них. Но они ошибаются. Ему нужно что-то еще. Червяки ему не нужны. Он весьма умен. Иначе он не был бы таким старым. Готов поспорить, старина карандаш поджидает там свой ужин. Это ловушка на дне. А карандаш старше бабули? Да, он старше бабули. Да. Наверное, у старины карандаша там домик. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Спасибо, милая. КОНЕЦ Сэм! Нони! Быстрее идите сюда. Что такое? Джоту плохо. Наверное, весенняя болезнь. Весенняя болезнь? Откуда ты знаешь? Я говорю, это весенняя болезнь. Уж я-то знаю, я троих детей потеряла. Сэм, мне страшно. Не хотела вас беспокоить, доктор. Это была просто ранка. Джоти даже не болел. Но она все росла и росла. Кажется, она станет размером с него. Доктор, будто нашего малыша поедает какой-то червь. Я не могу больше смотреть на это, доктор. Сделайте что-нибудь. У вас нет коровы, да? Нет, сэр. Скажите Сэму, пусть купит. Где нам взять корову? У кого-нибудь. Пусть Сэм растит для кого-нибудь теленка. Или берите у кого-нибудь молоко. Пол-литра в день. Не станет лучше литр. Любой сосед с коровой вам даст. Я попытаюсь. А какие лекарства? Разденьте мальчика. Какие овощи вы едите? Овощи? Зимой их не вырастить. У вас есть деньги? Да, доктор. У меня два доллара. И у Сэма еще один тридцать пять. Оставьте. На все деньги купите овощей. И лимонов. Давайте ему стакан лимонада дважды в день. И молоко. Если вы не будете давать молоко и овощи, все лечение пойдет на смарку. А с молоком и овощами? Будет шанс. Магазин Харми. Спасибо. Заходите еще. Я знаю, что такое война. Когда мы были возле Шато Тьери, старый полковник собрал нас всех и сказал, юноши, никогда не хвастайтесь своими завоеваниями, любовными или военными. Заткнись. Я говорю же, я знаю, знаю. Мисс Бург. Привет. Как вы? Неужели это сам Такер? Тим, когда приехал? Сколько за эти ёршики? Десять центов. Подорожали. А были пять? Нет, мэм. Старина Зиг будет ими очень доволен. Тим приехал показать свой наряд. Смотри, какой галстук. В городе доллары растут быстрее бобов в поле. Я бы так не сказал. Сэм, я всюду тебя искал. Пойдём, я куплю тебе пиво. Брат, я пойду с тобой куда угодно. Карми, Нонни и Джоти у доктора Уайта. Скажи, что я вернусь через минуту. Да. Я знаю, что такое минута, когда пьёшь с Тимми. А сколько за тёрки? Нонни и Джоти у доктора Уайта? Да. Что такое, Сэм? Джоти плохо. Бабуля говорит, это весенняя болезнь. Бедная Нонна с больным ребёнком, она не спит. Да, это тяжело. Вчера мама приехала помочь. Карми привёз её. Стало полегче. Сэм! Тим, привет. Как жизнь, Сэм? Привет, Сэм. Как Нонна? Хорошо, спасибо. Не хочешь поработать на фабрике? С ума сошёл? Что мне делать на фабрике? Открыли новый завод, не хватает людей. Даже навыки не нужны. Я знаю главного. Я тебя устрою. Сколько? Семь баксов в день. Семь баксов? Здравствуйте, что будете? Ты здесь новенький? Что будете? Ладно, две бутылочки пива. Сегодня так жарко, как насчёт пива для меня. Так попроси папочку, у него много. Сейчас не время. Он встал не с той ноги. Я встал с той. Бармен, ещё пиво. Красавчик. А я тебя где-то видела. Что-что? Спрашиваю, где я могла тебя видеть? Я даже не знаю. Ты один? Нет, мэм. Я здесь с другом, а у Харми меня ждёт жена. Так ты женат. Да, женат. Порой и женат, и дружелюбный. Простите, мэм, я занят. Пойдём туда, здесь мы не поговорим. Простите, мэм. Меня жена не ждёт, детка. Как насчёт свидания? Ты свинья. Не пойду я с тобой. Ладно, ладно, детка. Обсудим позже. За ребёнка, Сэм. Семь баксов в день. Это да? Ты приедешь? Я не знаю, Тим. Я заключил сделку с Растоном, я уже взял у него кредит. Получая по семь баксов, ты быстро вернёшь деньги? Да, но, Тим, впервые я сам могу выращивать хлопок, как и мечтал. Я не могу от этого отказаться. Сколько он может принести? С такой землёй у меня будет лучший урожай в стране. Что это значит, лучший урожай? Если повезёт, по два тюка с гектара. И сколько это? Больше 50 тюков. Да нет же, денег. Ты знаешь, что на земле, на которой я сейчас работаю, старина Каринф заработал состояние. Ах, вот каков план. Все вы фермеры одинаковые. Азартные игроки. Все вы такие. Год за годом вы голодаете и надеетесь, что однажды... По-моему, ты сумасшедший. Я предпочитаю надёжность. Я предпочитаю работать в своём поле. Я чувствую себя... Свободнее. Свободнее. С деньгами в кармане ты свободен, как ветер. Хочешь вкусно поесть? Идёшь в ресторан. Нужна комната, идёшь в отель. Только покажи деньги. Ты называешь свободу и работу в поте лица с утра до ночи, в жару. Да, порой это тяжело. Но я говорю о возможности самостоятельно принимать решения. Я сам выбираю время для посева, сбора урожая. Я всё могу делать по-своему и ни перед кем не отчитываться. Я один за всё в ответе. И за погибший урожай, и за отличный урожай. Значит, нет. Боюсь, что да. Я считаю, что ты совершаешь ошибку. Бармен, где ещё 4 доллара? Какие? Я дал тебе 5 долларов. О, нет. Лиззи, ты же видела? Конечно. И красавчик, который спешит к женушке, тоже видел. Проклятье. Так, значит. Ты просто фермер, но всё равно нравишься девочкам. Да что у тебя есть такое, чего у меня нет? Отдавай 4 доллара, скунс вонючий. Не то порву. Вон. Ладно, брат. Надеюсь, это стоит 4 долларов. Что ты задумал? Я не прошу тебя помогать, у тебя семья. Не усугубляйте им. Я тебе не прошу. Это тебе не в 4 доллара обойдётся. Не стой здесь, пожалуйста. Не стой здесь, пожалуйста. Ты что? Ах ты! А ну, иди сюда! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ох, беда... Похоже, Сэм здесь не единственный осёл упрямый. Ещё и мама... Думает, что сможет вылечить весеннюю болезнь свежим воздухом. Вдова её возраста должна быть поумнее. Я же говорю, что ребёнок помрёт на этом ветру. Я достану молоко. Бедный, Сэм. Мужчины в семье Такеров такие слабые. Нет, сэр. Как я сказал, мне не нужна помощь. У меня есть Финли и Бекки. Очень жаль вашего мальчика. Я знаю, каково это. Наливай, Бекки. Как я говорил, мужчина не должен задирать нос. Если нет денег, нужно работать. Вот и всё. Почему бы тебе не пойти к Растену? И не получить свои деньги, молоко для парнишки, может даже врача. Как видишь, лишнего молока у меня нет. У меня нет молока и для себя. Всё для свиней. Лей, Бекки. Финли, неси зерно. Твой хлопок неплохо растёт. Я видел тебя в поле. Ты срезал хлопок так близко к земле. Это лучший способ избавиться от жуков, так они оказываются на солнце. Жара убивает их лучше любого яда. Но нужна уверенная рука. Ты хороший работник, Такер. На твоём месте я бы не думал. Я бы вернулся к Растену. Если бы я хотел сдаться, мне не пришлось бы возвращаться к Растену. Есть вариант получше? Намного лучше. Но, как я и сказал, я хочу выращивать хлопок. Если ты так уверен в себе, почему ты всегда просишь соседей о помощи? Не знаю, зачем я к тебе пришёл. Наверное, это всё старомодное представление о соседстве. Что ж, береги своих свиней. Я уж поберегу. Проследи, чтобы Чёрный съел весь ужин. Пока, Деверс. Сэм! 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 Вот, возьми. Это для Джоти. Спасибо, Бекки. Я могу время от времени давать ещё. Папа не заметит. Я твой должник, Бекки. Я приму помощь. Но я отплачу тебя. Бекки, я видел! Видел, что ты сделала? Кто-то сегодня получит. Я расскажу папе, что ты крадёшь молоко. Я знаю, что ты влюбилась в этого парня. Я всё расскажу! Зачем ты это сделал? Я больше никогда с тобой не заговорю. Если заговоришь с ним, пожалеешь. Не злись, Бекки. Ты хорошая девушка. Спасибо. 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 Милая. Нона. Нона. Нона, милая. Я больше не могу слушать его плач. Я больше не могу слушать его. Господи, зачем ты создал это небо и эту землю, если не хотел, чтобы мы её возделывали? Хочешь, чтобы я всё бросил, переехал в город с Тимом и работал на фабрике под крышей, закрывающей твой свет? Скажи мне, я хочу знать. Хорошо дорогу перенесла. О, отлично. Славная девочка. А ты как? Тоже. Знаешь, коровы – это единственное, чего мне не хватает. Поверь, эта девочка намного нежнее Лиззи из бара. Харми, можно я расскажу? Ну, конечно. Харми, однажды он заявится с удавом. Я не удивлюсь. Правда? Я назову её дядей Олтором. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уходите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Джотти! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди в дом, милая. Иди в дом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Финли, что тебе известно? Ничего, это не я. Мы оба знаем, кто это сделал. Мы идем к тебе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем ты это сделал, Деверс? О чем ты говоришь? У тебя нет доказательств. Посади овощи снова. Посадить? За семенами пришел? Я бы у тебя не взял. Погоди-ка. Кстати, веревка совсем износилась. Помнишь наш уговор? Ты о замене? Да, о замене. Пора это сделать. Я не буду больше ее использовать. Я устал от того, что ты приходишь просить воды. А теперь, Деверс, я тебе шею сломаю. Я рад, что ты это начал, Такер. Особенно, когда здесь Финли. Наше слово против твоего. Субтитры сделал DimaTorzok. Папа, нет! Закрой рот, иди в дом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочешь, чтобы я уехал? Да. Конечно. Что я тебе сделал? Как я говорил, мне не нравится, когда вы стараетесь прыгнуть выше головы. В этом мире должны быть те, кто отдает приказы, и те, кто их выполняет. Считаешь, что ты должен их раздавать? Почему? Потому что я трудился. Я тоже трудился. Почему здесь, а не где-то еще? До тебя я был здесь один. Все было моим. Я хотел купить твою ферму. Она была дешевле. А теперь, если все и дальше так пойдет, все будет твоим. И всюду ты мне глаза мозолишь. В лесу ты убиваешь лис, у реки ловишь рыбу. Финли сказал, ты даже ловишь карандаша. А моя девочка Бекки... Сэм! Сэм! Нужно обработать твою рану. Иди в дом, Бекки. И не беспокойся обо мне. Финли, неси ружье. Финли, неси ружье. Дядя Генри! Дядя Генри! Закрой рот. Финли, неси ружье. Господи, это карандаш. Господи, помоги нам. Это сам карандаш. Могу я помочь? Тяни, давай. Финли, ты был прав. У него правда усы, как карандаши. Такер, это моя рыба. Так тебе и река принадлежит. Может, на то воля Божья? Отдай рыбу и никому не говори, что поймал ее. Я дам доллар. Не нужен мне доллар. Мы любим рыбу. Ладно, дай мне ее на пару дней. Я покажу в магазине и верну. Мы любим свежую рыбу, Деверс. Отдай мне ее. И можешь использовать овощную грядку. Весь огород. Веревки нет. Как воду набирать? У меня есть другая веревка. Что такое, Сэм? Бекки сказала. Все нормально. Я помогал Деверсу вытащить рыбу из воды. Он поймал карандаша. Мы забыли рассказать. Да, забыли. Скажи им, Харми. Ну, у нас будет свадьба в воскресенье. Я все думаю, какие такеры счастливые. Я получила мужчину, которого хотела. И вот мы все вместе. Джоти поправился. Дейзи отлично учится. Она получит в школе награду. Сэм выращивает лучший хлопок. Может, даже сможет купить себе землю. И почему всемогущий благословил такеров? Думаю, я знаю. Это все Сэм. То, как он трудился на ферме. Именно этого Господь и хотел. Это точно, но Сэм такой, потому что у него такая мама. Мне тоже есть что сказать. Нет для меня лучшего папы, чем Харми. Сынок, ты уже большой. Оставь маму. Она теперь моя. Твоя, конечно. Кем ты себя возомнил? Она моя. Дайте поцеловать жениха. Дети ничего не понимают. Харми, раз ты женат, ты должен бросить пить. Я решил начать завтра. Но сегодня еще не завтра. Идите сюда. Сэм, Сэм, иди сюда. Ну же. Все сюда. Все сюда. Когда мы разбогатеем, я хочу купить одну из таких говорящих машинок и много записей. Хочу сидеть и пить лимонад со льдом и слушать госпелы. Ну, знаешь, земля обетованная. Земля обетованная. Стою я на горе высокой и смотрю на горизонт. Скажи, Харми, а ты не простудился? Ты же знаешь, как это согревает. Харми, а ты не боишься закона? Ты шутишь? Закон здесь. Ждет продукт. Сэм, идем. Хочу кое-что показать. Виски, виски, виски! С ума сойти! Не переживай, у меня есть еще. Это городская выпивка, Сэм. Такое пьют в ночных клубах. Понюхай. Понюхай, Сэм. Нравится? О, да. Три бакса за литр. Пора танцевать. Нужно спрятать. Сюда. Вот ты где, Сэм. Иди сюда. Потанцуй со мной. Я тронут, но нет, спасибо. А после танца пойдем выйдем. У меня в машине ликер. Спасибо, мэм, но я не один. Может, потанцуешь со мной, а после пойдем в машину? Ну, не знаю. Ну, перестань. Все танцуем, дамы ведут. Покружите дам. Все танцуем, дамы ведут. Покружите дам. Покружите дам. И направо. Ловите кроликов. Ловите девушек. Ловите юношей. Руки вверх и покрутитесь. Ну же, ну же, побыстрей. Еще раз. Кружитесь. Ловите кроликов. Ловите девушек. Ловите юношей. Ловите юношей. Отлично, ма. Эй, ма, Харми, идите сюда. Ну же. Эй, бабуля, вы что делаете? У меня здесь бутылка. Тушите. Это к лучшему. Она стоила три бакса. Думаете, это смешно? Прости. Победитель. 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 Лучшая свадьба в моей жизни. Лучшая свадьба в моей жизни. Пока, пока. Хармия. Лучшая свадьба. Пока. Идем. Дождь идет. Что будет с хлопком? Да, дождь сейчас не кстати. Зайдем в дом. Не стоит мокнуть. Дождь ее. КОНЕЦ КОНЕЦ Сэм. Сэм. Сэм, проснись. Нужно возвращаться домой. КОНЕЦ 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 Я здесь не останусь. Здесь даже присесть негде. Я пойду прямиком на кладбище, и буду ждать там Создателя. КОНЕЦ Не думала, что ты будешь так обращаться с бабулей Сэм Такер, ты преступник Злой, злой преступник Я не могу здесь оставаться Бабуля, бабуля Останьтесь В такие моменты нужно держаться вместе Вы останетесь с нами Сэм Весь побит, Тим Нужно найти дядю Уолтера Ладно, я останусь Вы всегда меня держите Ты вот сильная Разве может старушка перечить вам? Что вы делаете со мной? Идем в дом У нас много дел Где она может быть? Я не знаю Но я должен ее найти Пастбище под водой Надеюсь, она не в реке Не хочу утонуть ради коровы Я не прошу мне помогать Я с тобой Пам mai Пам Engagement Легко Молодого Дядя Уолтер, вон она Я за ней Подожди, пока вода уйдет Она поднимается Я тебе помогу Я за ней Ты в порядке? Да Я поплыву один Нет, я с тобой Останься здесь Сэм Сэм Течение Помоги Помоги На помощь Течение Сэм 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 Сб Сэм КОНЕЦ Ты цел, Тим? Цел. Я поеду с тобой в город. Соберу жалкий скарб, что у меня остался, и уеду. Глаза бы мои не видели этого поля, деревьев, реки. Я отдал им все, что у меня было, и что получил взамен. Лишь беда и несчастье. Нужно быть сумасшедшим, чтобы здесь остаться. Нужно уметь признавать поражение. Идем. КОНЕЦ Сэм, поверить не могу, что дом стоит. Сэм, оружие цело. И многие другие вещи тоже. Овощи Джоти не пострадали. Конечно, картины испорчены, но когда я ровно их повешу, будет лучше. Осень. Сентябрь. Сильнее всего пострадала труба. Но я ее снова подняла, и она работает. Как тебе, Сэм? Отлично, милая. Сэм Такер, знаешь, это напоминает мне об одном случае 43-х лет недавности. Это было с твоим дедушкой Файетом. С нами тогда случилась беда. Крыша упала на пол, стены просто сложились. Неделю мы ползали на коленях, как собаки. О, веер! Но старина Файет сказал, ничего страшного, милая. Было бы хуже, если бы напали индейцы. Сэм, что, Тим? Ты сказал, что поедешь в город. Да. Да, сказал. Сказал. Но не сейчас. Я был не в себе, и я потерял веру. Но мои вещи подсохли, и я снова начинаю верить. Думаю, так чувствует себя промокшая земля. Солнце сушит ее, и она снова начинает звать меня. Я знал, что ты не покинешь это место. Если на всей земле останется последний фермер, им будешь ты. Прекратить им. Твои машины замечательные, но их не съешь. Время от времени нужно набивать живот говядиной и кукурузой. Вы городские умные ребята, но без нас вы отощаете. И без нас, работяк, подумай, что было бы с вами. Твой плуг, что не дает деревьям расти. Твое ружье, что кормит вас зимой. Они не из семян растут. Однажды, надеюсь, ты купишь себе трактор. И кто его сделает? Поверь мне, друг, мы все нужны этому миру. Ты любишь ферму. Хорошо, оставайся. Мне нравится работать на фабрике, поэтому я хотел забрать тебя. Ты понимаешь, о чем я? Я просто хочу тебе помочь. Я знаю, Тим. Спасибо. Кофе готов. Хочу мед, хочу мед. Что может быть лучше? Что еще нужно? Впервые в этом чайнике получилось что-то вкусное. Спасибо, бабуля. Спасибо, милая. Стой! Стой! Завтра закончим. Да, конечно, закончат они. Этому не будет конца. Я вернусь в дом и буду ждать, когда Господь меня приберет. Да, в этом году весна наступит раньше. Начнем сеять раньше обычного. КОНЕЦ Конец Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok